Друзья, всем привет! Сегодня 9 октября, по-прежнему Новосибирская область, мы на первом тачке. В последнее время как-то не очень есть настроение снимать видео, но вот сегодня хорошая погода. Решил все-таки снять видео такое, как видеоблог, рассказать немножко какие новости, какие неприятности и приятности. Заглянем, попробуем еще в колоду снизу. Ну и поехали! Сегодня плюс 20, и давление уже падает, погода испортится. Возможно, это крайний даже облет в этом году. Вот такая вот картина радует, семьи облетываются. Ну вообще сейчас в такие дни тоже, вот вчера было чуть холоднее, но пчелы летают, такое тихое воровство идет. Ну и сразу про неприятности расскажу. В этом году впервые тут наше хозяйство местное в селе посеяли рапс, но уже не как раньше там для подкормки скоту, а то есть большое, по-моему, 180 гектар для, ну, рапс на семена. Сейчас это выгодно в нашем сельском хозяйстве, это даже субсидируется, поэтому, как говорится, рапс зашел и в наше село дошел, наконец. И я даже случайно увидел это поле, то есть, ну, вижу, что рапс нашли, начальнику позвонили, хозяйство, директору, потом агроному, да, обрабатывают. И там такие, такая информация просто удручающая, даже до цветения, как мне агроном сказал, уже шесть рапс, шесть раз полили этот рапс разными химикатами. Это в том числе и были разные системники. И потом на цветение уже обработался герольдом ВСК. Я уже многие эти названия узнал, все это гуглил, читал. Была даже паника небольшая, когда хотели вторым классом обработать на цветение. Уже думал увозить пчел куда-то в поле, уже начал узнавать в деревне тут про трактор, думал нанимать людей, просто грузить, прям с магазинами увозить. В один из дней прямо четыре или три семей, четыре чистопородных семей, то есть чистопородной маткой прямо ночью унес в омшаннике. И они следующий день, весь день просидели в омшаннике. Сделал сверху сетку, улитки открыты, то есть пчела выкучила, но денек они просидели. Была небольшая паника, да, что пора поотравит пчел. К тому же с агронома сначала контакта не было, как всегда, как говорит, как хочу, так и буду делать. Почему-то хотели с утра обрабатывать. Ну, стали с пчеловодами, с местными, куда можем обращаться, ими сельхоз, и в администрацию района. Возможно, что-то подействовало, и Россельхознадзор, может быть, кто-то позвонил им, потому что немножко риторика изменилась, и уже обрабатывать стали ночью. А иначе, я думаю, могло бы все хуже сложиться. Так вот, я купил сетку строительную, у Дмитрия Папанова проконсультировался, они накрывали в прошлом году пчел на полдня, и думал тоже так делать. Но потом оказалось, что обработали третьим классом опасности, то есть малоопасным для пчел. Возможно, без Кая была, препарат такой байеровский. Ну, и вечером. Ну, вроде бы все обошлось, такого падежа пчел я не замечал. Единственный звоночек был, что где-то в августе, когда я уже нуклеусы свои трех-четырехместные пересаживаю, объединяю, а у меня получилось, что один улей, который вот здесь вот стоял, четырехместный, я приехал со второго тачка, он разграблен, полностью очищен, разграбили его. То есть, такой слабенький был, не могли оборону держать. Ну, тогда вначале не придал, раньше такого не было, ну, случилось, случилось. А потом второй звоночек был, когда магазины я поздно снимаю, уже перед сентябрем еще там затемпературил, и получилось, даже в начале сентября докачивал последний мед, опять же, так уже несколько лет подряд, из-за того, что развиваем розничную торговлю, в августе просто не успеваем за пчелами. На втором тачке там все нормально, все вовремя сделали там, потому что отец помогает. Убрали, как всегда, в середине августа уже магазины, поставили полоски. Здесь же полоски я ставил уже практически начало сентября, конечно, запоздал. Ну, и вот тогда проходил, перед тем, как давать, ну, кормушки ставил всеми там, где-то пакетами кормил, поэтому магазины наставлял или подкрышники. Ну, и с этой массой здесь у меня больше сотни семей обнаружил одну семейку, которая была полноценной, которая буквально была, ну, грубо говоря, горсть пчел. Поднял рамку, матку увидел, но пчел было мало, немного было расплода. То есть, ну, такая ситуация, как многие пчеловоды сталкиваются, и, как всегда, вот и друзьям мне рассказывают, когда осенью открываешь, и нет пчел, так называемый там слет пчел или коллапс пчел, кто как называет. Ну, как правило, это, я лично для себя считал, что это клещ, проблема с клещом. Ну, и за корм сделал. Семьи очень тяжелые, потому что еще с рапса очень хорошо все подлились, гнезда подлиты, и, возможно, тоже карника немного из-за этого проседает, что подливает гнездовую часть. Но в целом семьи все были нормальные. Сделал я однократную подкормку небольшую с калифорнийскими крышами. Весь ряд, как всегда, пятилитровые ведра поставил. Ну, улья тяжелые, все нормально. Ну, и уже был у нас небольшой семейный отпуск, на недельку с отпуска вернулись. Стал проходить семьи. Тут у нас мороз был, снег, вы, наверное, в сюжете видели. Тут снег уже выпадал в конце сентября на где-то сантиметров 10-15 даже, но он растаял, конечно. Так вот, приехал, посмотрел, и пару семей, по 2-3 семи попалось, что горсть пчелы. Это меня насторожило, конечно, и стало волнительно и тревожно, что про клеща можно, конечно, думать. Но я каждый сезон работаю по одной схеме. Последние два сезона полоски с аметразом весной и в августе с другим действующим веществом и сублиматором обрабатываю. Ну и, конечно, на араб сразу подумал, что, возможно, какие-то пчелы получили отравление, либо просели еще в конце сезона, либо сейчас отход идет. Потому что перед некоторыми ульями много мертвой пчелы. Не похоже это на обычную осень. На несколько дней назад я прошел всю пасеку, просто проверил, есть ли такое, что прям семьи пропали. И здесь с нуклеусами, может быть, с отводками до полторы сотни семей. Пять или шесть семеек я такие пометил, которые совершенно, ну, две улочки, то есть там комок пчел. Ну, сейчас, понятно, они расширились тепло. Отметил их. Вытрясать не хочу. Наверное, либо объединю, рамки с пчелой возьму, объединю в один улей, или поставлю вот такие у меня есть двухместные нуклеусы. И как раз тут два-три таких места, что на одну сторону есть нуклеус, а во второе деление пустое. И я поставлю их через перегородку, чтобы они друг друга грели. Ну, если матка есть, может быть, перезимую, там уже весной разберемся. Либо просто можно по две-три объединить, ну, чтобы не вытряхать. Хотя, может быть, стоит просто подождать неделю, если совсем пчела осыпятся, то просто убрать рамки. Сейчас, потому что погода ухудшится, уже их не разграбят, потому что холодно будет. И вот, ну, и сосед у меня тоже на днях бипинил, и я видел, что там у него одну семейку грабили, сказал ему. Ну, и вот тоже у него больше ста семей, и сейчас ему звонил, говорит, 10 минус 10, короче. То есть, если у меня еще как-то какая-то пчелка есть там на две улочки, ну, с гандбольный мяч, да, это совсем мало. У него как бы 10 минус полностью, то есть уже разграблены рамки, все растищено. Ну, он по клеща по-другому работает, ну, мы как бы с ним поговорили. Поскольку рапс в этом году первый раз у нас, и такая ерунда сейчас с пчелами случилась, мы как бы напрямую это с рапсом связываем. Еще есть информация в соседнем селе, я не знаком с пчеловодом, мне местные пчеловоды рассказали, что пчеловод как бы возрастной, и у него 8 сейчас вся паська отошла, то есть, ну, как слет пчел произошел. Не знаю подробностей, но мне местный пчеловод позвонил, сказал, говорит, что будь осторожен, смотри, что как у тебя. Но пока пчелы есть, видите, летают, облетываются. Может быть, не такие жирные облеты, как прошлые сезоны, ну уж как есть. И вот по поводу отхода пчел, вот видите, вот здесь вот я вчера отряхнул пчел всех, или позавчера, вот опять столько на выбрасывали. То есть, тут много мертвой пчелы, но так не у каждого улья. Возможно, какие, может быть, больше отравления получили и больше сыпятся. Потому что у некоторых, у других, смотрю, вот видите, тут все нормально, да, там с такой кучей пчел нету, да. Но у некоторых такая ситуация. По поводу обработки, значит, полоски поставил, по-моему, тимол, пихтовое масло у меня было. Осыпь была, нормально сыпал клещ, то есть, мне кажется, нынче побольше клеща. И вот примерно эта семья, как контрольная с ульем, с зарешеченным, с дном. Осыпь была, потом у меня еще были полоски с весны оставались, аметрас. Аметрас с каким-то действием веществом, вторым, по-моему, с маслом тоже. Я даже вторые поставил, опять осыпь была, то есть, клеща прилично. И вот сосед обрабатывал, попросил на три семьи бипина, пролил бипином, три семьи контрольных. Но осыпь есть, но тут немножко некорректно, потому что я обрабатывал сублиматором один раз и даже два. Уже, ну, я обработал пасеку два раза, вот этот уль обработал два раза и на второй день после второй обработки еще пролил бипином. Поэтому, может быть, осыпь идет и от сублиматора, и от бипина. Ну, и мне было это как контроль узнать. Если была бы осыпь слишком крупная, я бы понял, что там, ну, полоски я не могу сказать, что сработали, потому что осыпь была после них. Так что после сублиматора клещ высыпал, ну, в пределах, там, десятков, то есть, там, далеко не сотни. Ну, сейчас вот тут два-три дня прошло, и вот здесь вот я сегодня утром считал, около трех десятков получается клеща. Вот если сейчас приближу, вот видите, клещ есть. Ну, возможно, сублиматором надо контролировать бы после трех раз или четырех обработки. Ну, тут, как говорится, под руку бипин подвернулся, поэтому я пролил. Вот здесь вот тоже. Немного есть. Ну, так же тут на третьей семейке, то есть, в пределах двух-трех десятков. То есть, обработка нормальная. Ещё подумаю, если погода позволит, может быть, я... Вообще, план у меня был не меньше трёх раз обработать парами, поэтому постараюсь ещё третий раз пройти. Такие дела, сейчас я вам покажу пару-тройку слабых семей и парочку нормальных. Видите, тоже облёты неровные, кто-то облётывается, кто-то сидит молчит. Вот эту семейку я пометил, тоже был сгонбольный мяч и клубок, и он сделал задние стенки. Я взял уль и развернул, корпус переставил сюда. Вроде бы они вот сидят. И вот, когда вот так вот пчела сидит, как бы, леток, как я говорю, охраняют, суета, немножко дерутся, потому что идёт тихая воровство. Опять же, вот, да, вот на соседней паске там у соседа пчёл-то разграбили, вы понимаете, да, 10 семей, если разграблено. То и здесь тоже суета, они стараются где-то что-то украсть. Ну, леточки у меня сокращённые, как всегда, на 5 сантиметров, можно ещё и меньше. Я ещё не сказал, вот, видите, привёз со второго тачка бакфаст, ну, чистопородную семейку, и триотводка привёз, сюда поставил. Ну, решил, что не на полный корпус семейки, чтобы вам шаники перезимовали. Ну, видите, вот так вот пчёлка сидит на ветке, вот они, рыженький бакфаст. Сделал отметку для себя, чтобы не забыть, что это у меня бакфа, что весной опять увезти. Но они хорошо тут облетелись, и сегодня облётывались. Вот это чистопородное. Вот мы сегодня только столы помыли, руки дошли, наконец, пока тепло. Так, ну всё, сейчас я зову оператора, и мы пчёл посмотрим, и колоду. Вот ещё не показал вам сетку. Вот такую строительную сетку, ну, закрывают, есть леса строительные, когда там ремонт делают. Она вот так, как мешок сделана, вот такая вот. Ну, рулон 6 метров, по-моему, здесь метров 50. Около 6 тысяч за рулон отдал, ну, не использовал. Ну, возможно, пригодится потом при качёвке, ну, или, не дай бог, если ещё будут обработки, может быть, накрывать, если пасеку не перевезём, если ещё год никуда. Вот, видно, суета, дерутся пчёлы, пытаются защититься. Даже лучше мне, чтобы погода испортилась. Вот, смотрите, снимай отсюда. Я быстро. Вот, видишь, раз, два, ну, вот, вот, пчёлы, вот, всё, всё, вот, с мою ладошку. Сейчас, если так оставить, разграбят моментально. Держи плёнку. В принципе, я уже на это ставлю минус, это семья. Я вообще не в зимовку. Я, если пускал трёхрамочники, то это всегда были отводки. Я знал, что им нужно просто тепло, чтобы перезимовать. А такие семьи, я, как бы, уже их мысленно просился с ними. Вот, ну, вот, какую я смотрел, чтобы для себя ещё посмотреть то, что не смотрел. Вот, так, я отмечаю. Вот, что-то будет. Вот, видите, вот они сюда ушли. Вот, вот тут пчела, тут, здесь. Вот она, всё, это они разберлись. Так бы они вот так сидели. Давай третью. Вон ту, что я развернул. Пойдём глянем. Вот эту, что я разворачивал корпус. Чтобы они перед литком оказались. Смотрите. Это просто тепло разберлись. Как будет похолодание, они подожмутся. Но они бы сидели вот так вот с мой кулак. Если, если я перья, слово как такое подобрать, если я переувеличиваю, то и слава богу. Потому что бывает, что иногда, кажется, семья слабая, она просто вниз опустилась, потому что корма много. Но здесь ситуация, я два раза проверял, как бы, такие семейки. И ещё, в этом сезоне, из-за того, что рапс, очень гнёзда залитые, контрольные улей, вот, сейчас вам покажу, ну, как определяется вес нормальный на зимовку. Вот он, 44 килограмма. То есть, для моего корпуса, когда 40-45 килограмм зимовка, всё, это кормов достаточно. И поэтому я сиропа всего дал один раз, многим по 3 литра всего, чтобы немножко было на первое время, что, потому что рапс, если много, может сесть. Ну, вот, кстати, кто давно смотрит, знаете, что у меня в зимовнике влажновато, а при зимовке на рапсе это, наоборот, плюс. Так что, будем зимовать. И ещё, значит, порядка 10 семей, вообще были тяжёлые, я вообще их решил не кормить, не подкармливать. Поставил красную меточку, чтобы контролировать, что они на меду зимуют. Сейчас вот тоже, давай, пару поднимем. Вот, к примеру, красная метка, что зимует на меду. Вот, ну, вес, 40 килограмм точно. Клуб, ну, понимаете, плюс 20, клуба никакого нет, пчёлы сидят от края до края. Конечно, сейчас некорректно, но клуб будет какой-нибудь, вот как всегда, на 5-6 рамок. Получается, что сейчас по клубу я не смогу показать. Ну, может быть, сниму ещё по холоданию ещё одно видео, короткое покажу. Так, ну, вот сильная, например, вот эта вот хорошо выглядит. Как раз я её несколько раз обработал, и она выглядит хорошо. Вот, смотрите, шикарно, да, вот, даже в отличие от той, видите, пчелу как хорошо видно. Понятно, что никакого клуба нет, жарящая. Мёда полно. Хорошо выглядит. То есть, катастрофы такой нет общей попаски, но тревога присутствует. Ну, как бы, перед подписчиками надо всё честно показывать. Как есть, так показываю. И одна семья уже минус есть, и 5-6 такие в перспективе. Ну, а что зимовка покажет, потому что, как рассказывают пчеловоды, ну, тут тоже супер, вот она хорошо облеталась. Полоски уберу, как похолодает. Как пчеловоды рассказывают, кто сталкивался с потравами, что когда системники такие есть, что попадают в пыльцу, они пыльцу приносят, делают пиргу, потом эту пиргу кушают весной, и опять усыпчёл вот этого, как немножко побаиваюсь. Ну, что-то остаётся, только надеяться на лучшее. Сейчас давайте колоду посмотрим. Колода, значит, у меня, как естественном пчеловодстве, никакой обработки не получила полосками. Я только два раза уже дал сублиматорам по дозе. И дам, наверное, третий точно. Вот здесь вот, видите, пчёлки, они что-то вытаскивают, выбрасывают. Ну, представьте, сколько им со дна поднимать сюда, до летка. Сейчас я хочу открыть нижний люк, подложу бумагу, что-то сыпется там, может быть, клеща посмотрю. Но я думаю, что и пчела тоже осыпется, если там мусор есть внутри улевой. Если осыпется много, конечно, это будет очень неприятно. Но лёд хороший у них, лёд хороший. Интересно, докуда они достроили соты. Сейчас будем смотреть. Там у меня люк. Сейчас покажу вот такой вот. Сейчас буду открывать. Ну, вот чего я боялся. Она у меня от влаги раз разлезается. А как закрывать буду, а? Вообще не нравится. Я потом не смогу закрыть. Но молотком придётся стучать. Это надо производителю сказать, чтобы делал люфт побольше. Она расширяется потом. Александру надо сказать. Так, какой-то мусор вижу. Ну, смотрите, вот столько подмора. Ну, и видно, это те опилочки, они грибут. Слушай, вот этот вот клещ, нет? У камеры наедь хорошо. Да, вот клещ, вот клещ, вот клещ, вот клещ, вот клещ. Смотрите, наедь сюда хорошенько. Вот клещ. Значит, сублиматор мой работает. Ну, пары работают. Сделаю ещё обязательно пару обработок. И трутня тут вижу, которую просто выкинули. Рой прибежал. Сейчас будем смотреть снизу. Давай мне камеру. Полтора корпуса отверху, если считать. То есть, во втором языке висят сантиметров 10, до низа второго корпуса не достроены. Так. Вот, смотрите. Считаем вместе. Языки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцатый. Ну, одиннадцатый, да. Вот там рамочки мои две видны. Сейчас наезд сделаю. Смотрите. Крупнее. Вот такая красота. Ну, как вы понимаете, надо закрывать, потому что воровка сейчас подскочит. Вон, вижу, снизу мисочка. Так, ну, по обсиживаемости сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять улочек пчелы. Возможно, подожмутся вверх, все будут зимовать, но там, возможно, все в меду. Ничего их, конечно, не кормил, все естественным путем. Так, все, будем закрывать. Рой, привет. Закончу съемку, закрою поскорее люк, чтобы воровка не пришла. Вот такая история, не все хорошо, но будем надеяться. Всем удачи, будьте здоровы, если нравится, ставьте лайки. И еще я сказать забыл про камеру. Ну, кто до конца досмотрел, для подписчиков, которые постоянно смотрят по поводу камеры, конкурс мы благополучно проиграли, там потому что, честно говоря, изменили правила на ходу, и наши лайки в расчет не взяли. Жюри решила считать по-другому. Ну, и бог с ними. Спасибо моим детишкам и жене, они мне подарили камеру GoPro 8. Сейчас с собой нет ее вам показать, я потом ее покажу обязательно. Пока еще снимаю по старинке. Сын у меня уже нашел с женой аксессуар, как называется, гарнитура, чтобы сюда вешать на груди снимать. Так что будем снимать. Главное, чтобы было настроение, потому как что-то не очень-то настроение есть. Ну, все, еще раз всем удачи, будьте здоровы и пока. Спасибо.